Оба-на, iPad mini. Перед началом видео по обыкновению на нашем канале вы можете видеть, вот тут вот сейчас пролетают наши новые подписчики. Хочу их поблагодарить. Ребята, если вы хотите оказаться в этом списке, просто поставьте плюсик под первые закрепленные комментарии. Естественно, подпишитесь и нажмите колокольчик. Респект тем, кто подписался. Спасибо, ребят, большое. Поговорим об этом красавце. Данный iPad я приобрел в 2013 году. Летом. Короче, он вышел в 2012 году, а купил я его через несколько там, грубо говоря, месяцев. Вот тут вот вы можете видеть, что уже пожелтели бумажки. Срок службы 5 лет. Сейчас почему-то на технике Apple пишется, что срок службы всего 3 года. Не знаю почему, видимо, айфоны стали работать меньше. Гаджет поставлялся вот в такой очень-очень тонкой коробке. Это тогда был первый мини-iPad, который вышел. Видите, на коробке еще изображена iOS 6. Вот это богоподобно iOS 6. Лайк, кто пользовался или видел ее вживую, потому что я знаю, что уже есть много людей, которые даже не видели эту iOS 6. А мы, собственно говоря, ее очень сильно любили и горевали, когда вышла семерка. Глюченая и забагованная. Данный планшет я купил спонтанно. Я тогда немного заработал денег, подработал, мне было в районе 16 лет, что ли. Мы пошли в DNS, и я увидел, что можно купить айпад всего за каких-то там 11 с копейками тысячи. Я такой думаю, блин, а почему бы и нет? У меня тогда уже было десятка. И я там где-то еще двушку надыбал и пошел вот за айпадом. Тогда у меня был выбор купить вот этот миник или купить еще айпад второго поколения. Я подумал-подумал, посмотрел и решил, что миник, ё-моё, тут и лайтнинг, он более современен. Тогда еще были вот эти все красивые ролики, когда там айпад мини представляли. Мне это очень все понравилось. Кстати, это именно тот самый айпад, который я покупал. У него очень долгая история, он уже был у меня, у моего брата, у моего друга, обратно вернулся ко мне. И вот теперь мы можем с вами насладиться этим гаджетом и посмотреть, как себя чувствует айпад спустя столько лет. И, собственно говоря, вообще на качество продукции Apple. Давайте на секундочку его отложим, я вам покажу кое-что интересное. Здесь еще тогда поставлялась обычная айфоновская зарядка, которая долго заряжала фланшет. И, наверное, тогда еще не было мейнстримом говорить, что Apple жмоты и не ложат быструю зарядку. Теперь уже это каждый, наверное, в своем ролике говорит. Но меня это особо не расстраивает, я никуда не тороплюсь. Вот в этой книжечке лежит чек. Вы можете видеть, что здесь у нас 12440К плате, планшет iPad mini 16 гигабайтов 11950 и защитная пленка Depo 490 рублей. Тогда еще не было возможности заказать что-то на Алике, я тогда не умел этого ничего делать. Да и, собственно говоря, вариантов особо не было, поэтому купил пленку за 500 рублей. Сейчас бы, я так думаю, не сделал, скорее всего. Нашел бы за сотку. Ну, кстати, эта пленка прослужила довольно долго, мы ее отклеили, наверное, только через 3-4 года эксплуатации планшета. Планшет у нас был довольно тонкий, на тот момент это был свежий дизайн. Это была первая линейка, которая была выполнена именно в таком форм-факторе. Вот с такими вот тонкими, сейчас у всех эстетов задницы опять взорвутся, тонкими, действительно, на тот момент, потому что, ну, кто не знал, у iPad раньше вот такие рамища были. Там можно было спокойно в машинке играть и вот так вот катать всякое разное, потому что там действительно как шоссе вот такое вот вокруг экрана. Но тут рамки уменьшили, оставили две вот здесь, чтобы можно было удобно брать планшет. И, в принципе, я ничего против этого не имею. Touch ID нету, старая добрая кнопка. Опять же, те, кто не знал, раньше вот на iPhone и на планшетах была вот такая кнопка с квадратиком. Экран здесь у нас с разрешением как у iPad 2. Разрешение я не помню, да и на своем канале я стараюсь к цифрам особо не прибегать, это немного скучно. Давайте просто посмотрим на это разрешение. Если у кого-то начали вытекать глаза, простите, пожалуйста. На данном планшете установлено iOS 8, девятую сознательно сюда не стали ставить, потому что она сильно тормозила его. Здесь у нас установлено железо как в iPhone 4s, это процессор A5, понимаете? У меня в смартфоне сейчас A12 стоит, а тут A5. Такой же процессор установился в iPhone 4s, в iPad 2-го поколения, в iPad 5-го поколения. То есть, ну, действительно старый процессор. Тогда еще шутили, что Apple, скорее всего, просто наштамповала этих A5 столько, что их некуда девать, и они стали его везде запихивать. И Гуфовский даже говорил, что девочки-скауты раздают его как печенье в коробках. Ну, это лутфаги, наверное, только знают. Планшет, как ни странно, работает все еще отлично. Износ аккумулятора данного планшета 8%. Вот это у меня абсолютно в голове не укладывается, потому что после этого планшета у меня был миник второго поколения, у которого за год улетело 10%, а тут за 6 лет износ там, ну, блин, 8-9% по-моему, я точно уже не помню, но не больше 10 точно. Понимаете, за столько лет использования у планшета все еще живой аккумулятор, достаточно не в плохом состоянии. К примеру, столько же процентов обычно остается после года использования iPhone. Я вообще не понимаю, как так получилось, что тут за волшебный аккумулятор, но действительно он держит долго, потому что вот я ехал домой, я скачал сюда себе фильм Веном, потом я немножко поиграл в игрушки и, приехав домой, у меня было 65% заряда. Это просто супер, потому что, ребята, черт возьми, покажите мне хоть один планшет 2013 года, который до сих пор работает, выглядит неплохо. Я вам больше скажу, он выглядит так же, как новый iPad mini, который недавно вышел. Спасибо дизайнерам Apple, стабильность. При этом этот планшет выполняет практически все запросы, которые вы от него требуете, несмотря на его характеристики. Да, давайте забудем про то, что тут 512 памяти, про то, что тут процессор А5, а просто вот возьмем его как устройство и подумаем, что он может. А может он на самом деле очень многое, помимо серфинга в интернете, у него есть камера, которая, кстати, какого-то черта неплохо фотографирует. Я всегда думал, что в планшете вообще камера-то нахрен не нужна, но вот как оказалось, пользоваться ей можно. Я, кстати, с этим планшетом ездил в Турцию и в Тунис, там я иногда использовал его как фотоаппарат, и получались годные снимки. Вот вы можете посмотреть, я сейчас зафотографировал клавиатуру, видно какие-то пылинки, соринки, и это камера планшета. По поводу фронталки меня она тоже удивила, включать ее не буду, потому что, собственно говоря, снимаем сейчас на смартфон, там свет стоит. Но фронталка фотографировать неплохо, и более чем достаточно ее для фейстайма и для связи, то есть для разговоров вообще самое то. Что касаемо каких-то браузерных составляющих и ютуба, это все работает. Возможно, грузится это, конечно, не быстро, но, блин, это кем надо быть, чтобы требовать от него еще и быстрой скорости загрузки. Вот у нас открылся ютубчик, откроем, например, шоу без названия. Видео идет час, оно запустилось, все. Не все откликается очень быстро, но видео идет без проблем. Пользоваться им можно, смотреть видосы спокойно, переписываться, все это без проблем. Но что мне действительно было интересно, это насколько производительен этот планшет в плане игр. Почему бы не глянуть? Давайте посмотрим. Запускаем, например, GTA 3. Эта игра не самая требовательная, не самая графонистая, но при этом планшет-то реально древний. Игра вышла, по-моему, как раз вот тогда, когда вышел этот планшет, и, ну, она была требовательна. Я помню, что смартфоны многие не тянули ее на тот момент. Звука в игре нету, но оно и хорошо, зато видос не забанит никто. Не ругайтесь на мой осветительный прибор, который немножко отбликивает в экране. Других вариантов у меня нету, софтбоксов нету. Вот что купил, то и светит. И тот для вас старался, чтобы видео было немножко более ярким. Игра идет довольно плавно, играть приятно. Я в поезде покатался немножко, поностальгировал. Действительно круто, пользоваться можно, даже, можно сказать, нужно. Ребенку такой дать, так вообще это за милое дело, по-моему. И не жалко, как говорится, и ребенку не обидишь тем, что дашь ему какой-нибудь Galaxy Tab, например. Все вы знаете, что из себя представляют вообще планшеты на Android, как они работают, как адаптирована система под большие экраны, поэтому, ну, эту тему можно даже не затрагивать. Игра идет здорово, никаких претензий нету абсолютно. Играть в кайф лучше, чем на PSP на какой-нибудь, потому что там уже, конечно, совсем графончик будет смешной. А тут все очень круто, IPS-матрица, почему нет? Фильмы, игры, все это планшет может спустя столько лет. Давайте посмотрим, как играется Asphalt 8. Я бы с удовольствием вам показал Asphalt 9, но так как тут 8 iOS, мы просто не можем его поставить. Пока игра загружается, ребят, напишите, что думаете про этот планшет. Напишите, когда-нибудь вообще пользовались iPad'ами и какое у вас мнение по поводу этих гаджетов. Немного пришлось подождать, игра запустилась. Графика, как вы видите, тоже неплохая, видно всякие блики, отблески. Ну, то есть, игра выглядит явно, например, симпатичнее, чем какой-нибудь Underground на компьютере, да? При этом, ну, опять же повторюсь, планшет очень-очень слабенький. Ну, как вы можете видеть, он не слабенький получается, раз он может это. Вот это как раз и говорит о том, насколько крутая оптимизация у Apple вообще. И почему, почему же их продукты так любят, и, как многие выражаются, яблодрочеры. Планшету 6 лет, он все еще очень крут, все еще работает неплохо. Ну, и вот об этом речь и шла. То есть, какой-нибудь старый iPhone 6, 6s, про который вот либо вышел уже, либо выйдет скоро ролик. Все еще очень крутые. На канале вы можете видеть много роликов про различные iPhone'ы, Android-устройства. У меня нету каких-то точных ориентиров на iOS или Android гаджеты, но я стараюсь снимать вам про все, про что только могу, и рассказывать вам про различные гаджеты. Также на канале есть различные интересные истории, которые со мной приключаются. Кому интересно, посмотрите, прокомментируйте. Я думаю, понятно, как идет игра, все неплохо, все играется нормально, пользоваться этим приятно. Планшет все еще оставляет впечатление очень хорошего гаджета. И даже вот это вот небольшое разрешение на экране, которое сначала может немного напугать, ты к нему привыкаешь, даже к нему ты привыкаешь, черт возьми. Многие люди хаят iPhone XR за его разрешение, но, ребята, посмотрите на эти шрифты. И даже к этому разрешению привыкаешь, действительно. Ну, потому что нет у тебя такой нужды прям сидеть и вот таращиться в эти пиксели. Ты включил видос и смотришь его. Кстати, по поводу видосов, тут вот стереозвук, он тоже до сих пор еще очень чистый, очень четкий. И, блин, ну гаджет реально меня удивляет. Мне даже как-то грустно с ним расставаться, скоро у меня его заберут, я его продаю. Ну, наверное, уже он мне отслужил, пускай послужит кому-то еще. И вот на прощание я решил такой вот ролик снять и себе на память, ну и вам рассказать про опыт использования такого замечательного гаджета. iPad это очень крутая штука, если кто-то задумывался, нужен ли он или нет, почему бы и нет. Побалуйте себя, ребят. Это отличный гаджет, чтобы пользоваться, например, в кровати им. Лег и смотришь YouTube, ВКонтакте, переписываешься на большом хорошем экране. А во время этого твой айфончик отдыхает, лежит на столе. При этом он достаточно мобилен, его можно брать с собой. Я его таскал на различные отдыхи, по отелям и все было очень круто. Он служил мне верой и правдой. Однажды даже я его забыл в отеле в Африке и думал, что уже попрощаюсь с ним, потому что мы там были проездом буквально на день в экскурсии по Сахаре. И тогда так случилось, что я его оставил на ресепшене. Я действительно уже думал, что я сейчас вернусь и больше не увижу свой планшет. Но нет, оказалось, что все хорошо, он на месте. И вот как вы можете видеть, он до сих пор здесь. Спасибо всем большое за просмотр, ребята. Если кто-то досмотрел до этого момента, напишите в комментариях, мне интересно, сколько вас таких терпеливых. Всем хорошего настроения, вообще всего самого лучшего. Всех обнял, всем спасибо, пока-пока.